Моё мнение, оно связано с печалью, потому что сейчас очень сильно идёт тенденция в обществе, она в основном, я её глубоко анализировал, причина этой тенденции вовсе не здравый смысл, а просто страх женщин рожать. Вот представьте, допустим, если человек чего-то боится, он выбирает, что правильнее или что комфортнее. Вот запомните, женщины, вы рожайте все дома, если вы это делаете, только по одной причине, что вам это комфортнее. Ничего правильного в этом нет. У моих знакомых вот примерно где-то 10 человек рожало на дому. Из них трое получили, одна женщина получила опасность погибнуть сама, у неё отказали почки, её вовремя восстановили, ребёнок чуть-чуть пострадал тоже. Вторая получила на всю жизнь инвалидность у ребёнка, третья получила такую инвалидность у ребёнка на всю жизнь, что она уже тысячу раз об этом пожалела, потому что она, ну просто у неё света белого нет, она всю жизнь с этим ребёнком сейчас мучается, ну как бы выхаживает его и так далее. Понимаете, женщины, рожать надо в роддоме. Вы меня услышали? Нет? Вы можете мне возражать, говорят, ну в древней культуре раньше же не было роддомов там, или с кошкой же рожают не в роддоме, и всё нормально. Ну, во-первых, не у каждой кошки всё нормально, это первое. Второе. Понимаете, если бы женщины жили как кошки, они постоянно бегали, вот они бы, ну, двигались хорошо, вероятность патологических родов была бы намного ниже. Понимаете, проблема заключается в том, что примерно 80% женщин сейчас гиподинамичны. Это означает, что их тело, оно не способно нормально рожать просто в принципе, потому что у них нет на это ни развитости тела, ни энергии достаточной. То есть, понимаете, по-русски сказать, они еле дышат для этого процесса, не хватает сил. Вот, и поэтому не зря же люди сделали, ну, вот это родильное отделение, а через дверь, на следующую дверь реанимация, понимаете, или операционная. Зачем это всё сделано? Для того, чтобы женщины оставались живы, и для того, чтобы дети оставались живы. Понимаете? А если вы этого вопроса не понимаете, то я вам ничем помочь не могу. Вот, допустим, это самый последний раз ко мне в нашей общине пришёл ко мне один мой, ну, как бы, младший, и говорит, мы хотим рожать на дому. Ну, там, кошек, например, начал приводить. Я ему объяснил, что во время родов будет с его женой. Я говорю, вот и сами решайте. Ну, то есть, я объяснил, какие будут риски и опасности. Он подумал, говорит, а вы на 100% уверены, что именно так будет проходить? Я говорю, я на 100% уверен. А ты проверишь на своей жизни, насколько я могу это видеть. Но ты проверишь на своей жизни, не на моей. И он поехал в роддом. И всё, что я сказал, так получилось. Продолжение следует...